всем привет с вами я наталья гудкова и сегодня мы с вами включая наш сегодняшний эфир мы с вами посмотрим какие страхи еще три страха включая третий наш блог это когда мир не окей что же происходит с нами когда мир не окей мир не окей это боязнь мира да это нам поздно в этом мире мир для нас очень опасен и для мира чтобы его бояться надо как-то обороняться да мир для нас как правило дефицитен да и надо подождать много исправлений да и неприятности надо прятаться от мира включая виртуальные игры включая прятаться и не выходить из дома что касается мир не спокоен да и нам надо прятаться что касается наших дней и наших событий мы знаем что многие молодых ребят призвали на фронт призвали на мобилизацию многие молодые люди прячутся многие живут без работы укрытые дома не известно квартира к ним приходит доставка с едой потому что мы против войны мы не хотим воевать мы мирные жители и вот тут как правило мир не окей появляется у многих сейчас молодых людей к старикам это тоже бывает относится и я вам расскажу как к молодежи в наше время относится это больше когда мир рушен разрушен и мир опасен да они включают виртуальные игры им там хорошо напрягаться не надо работать и надо зачем мама с папой есть прокормят прокормят проденут а будет он для них как правило опасен либо дефицитен да что нужно делать если мир опасен обороняться и поэтому от мира надо ожидать неприятности а именно бежать прятаться и нападать люди окей я окей а мир не окей это если мир не окей убегать прятаться и нападать но люди часто говорят экономика плохая денег у кого нет денег нет ни у меня денег ни у кого нет когда мир не окей это изолироваться хочется все это изолирование от мира то даже надо на черный день накопить тоже надо потерпеть чуть-чуть даже ожидание может быть черного дня до да почему от этого мира надо убегать убегать от опасности это могут быть и зависимость как люди убегают от опасности часто они начинают пить некоторые начинают наркомане некоторые посещают только в работе сидит лучше всего у них идет игромания виртуальный мир там все хорошо там все гладко там все классно там все весело да приобретая некий такой экспатизм к жизни да либо у стариков впадать в ностальгию и говорить вот а ты знаешь что наше время хлеб стоил 13 копеек а вот сейчас либо они то и дело смотрят сериалы погруженные да в них либо некоторые падают как было раньше хорошо а сейчас вообще либо молодежь живет в виртуальном мире да вымышленным да даже что же такое если мир не окей но мы говорим о нападении это критика это агрессия это осуждение других людей включая себя до искать некую справедливость до биноватых даже как ни странно нападение это скидки акции нападать также на мир это также воровство мелких до объемов да либо не заплатить нужную сумму денег да за цену до либо за услуги просить льготы требовать скидки даже халяву любит такие люди даже они могут запастись этими скидками набрать кучу продуктов а потом их выкинуть а это было со скидкой а это не жалко да и такие люди как правило снова не живут тоже появляется фокус вовне то тоже они не контролируют свою жизнь ну контролируют политику экономику что-то створится в своей стране что творится другой стране других странах какая там экономика какое-то положение но не контролирует сколько они потратили как они прожили данный день какой интерес у него возник сегодня да но зато контролируют по новостям все и расскажут тебе абсолютно все что творится мире кто кому что сказал что касается политики и экономики они считают на первом классе деньги 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 это всегда есть мире но у меня денег нет всегда вот этот своровал вот этот политик своровал да это брать а не давать да это мало мало платит руководитель маленькие пенсии мало я получаю от руководства от клиента я плохой сотрудник то есть такой образ как фруксация да а также меня не ценят я достоин большего это самозванец да грубо говоря мало знаю даже сейчас кризис стране я поэтому денег нету и у меня ни у кого нет денег какие все плохие нам пенсию прибавили только на 2 рубля а что такое 2 рубля как говорят да либо у них самих нет денег вообще ни у кого нет денег все обворовались чиновники туда-сюда даже я могу попросить как я могу больше заработать больше помогать людям до чтобы заработать еще больше денег сейчас кризис стране значит кризисы у меня хуже еще только будет хуже значит я не заслужил и так а какие же страхи внушают когда мир несправедлив у нас с вами на очереди три последних страха а именно страх голода страх бедности и страх неизвестности что же такое страх голода он проявляется в основном тех симптомов да у кого был страх голода какой человек не сам по себе так голодал а который прожил какое-то голодание да либо поступил через сострадание либо ему есть было нечего какой-то до периода и он голодал да он жалостью относился к тебе себе например я мало получаю надо экономить есть а по кусочку хлеба кусочку того на колбасу я наверно не заработаю на кусок мяса тоже и вот этого страх голода страх постоянного недоедания да это он возникает мало денег деньги это гранический ресурс да у которого нету день страх бедности мало денег я мало получаю а вдруг завтра денег не будет вот такие вот человек испытывать со страхом бедности страх неизвестности я не знаю что будет завтра я думаю что завтра будет у меня еще хуже чем сегодня что же касается отношений отношения в проявлении когда мир не окей проявляет следующие недуги ждет предательство измен подвоха в чем-то да либо ничего вообще не ждет от мира либо ищет какого-то но молодые девушки ищут папика даже и готовы к нему подчиняться прислушиваться он может бить он может ругаться они все это допускают но самое главное жить в роскоши богатство да пусть изменяет я буду жить как хорошо даже у этот человек не способен давать ничего ни миру никому такой даже он зависимости от отношений да даже у него приходит инфальтивность здоровье в таком человеке страдает часто бессонностью нервозности пассивном настроении так у человека часто бывают некие панические атаки нервные какие-то стрессы нервные срывы да деньги это нет возможности много хлама боясь что его ограбят деньги в чулке покупать все по акции по скидкам также делаю заготовки маленькая зарплата и много терпимости у таких людей либо вечного недовольства и так давайте подведем итоги люди некой это спасательство это бытовое рабство когда я некой это внутренний садист это грубо говоря который нас мучает и влияет нам на жалость говорит как у него все плохо как у него все болит что он сегодня умрет если ты ему не поможешь да и что же такое когда мир не окей это опасность мир опасен я боюсь ходить мир то потому что мир это опасен от которого нужно погружаться то и быть всегда у напряжения всегда в стрессе и не давать себе принципе расслабиться и так что я вам могу предложить заплату смотрите когда у нас страдают с вами отношения я вам предлагаю игру женское счастье когда мы чувствуем что нам не хватает денег я предлагаю вам игру территории денег эти две игры платные потому что мне тоже нужен какой-то ресурс территории денег основана на разуме интуиции она говорит нам там даются карточки там даются метафорические карты она раздвигает нас разум дает действие и дает также возможность чему надо научиться и как перебороть себя дальше идем женское счастье женское счастье это познание себя там тоже есть две колоды карт где 70 ресурсов женщины и в чем ваша суть проблем и даже везде идут борьбы со страхами то что это условный механизм и он очень ценен и я работаю уже в этой методике в этих психологических играх не один год и многим таким инструмент понравился и он цене такая игра в этом году стоит с половиной тысячи рублей длится каждая игра около двух-трех часов все зависимости от количества участников от количества игроков и когда мы соберем все амулеты с помощью разума интуиции действий с помощью лепестков и так далее вот буду вам очень благодарна если вы записываетесь на одно язык что интересует отношения либо деньги и проработаем таким образом дальше с вами страхи и и проработаем с вами к чему нам стремиться и куда нам идти и этот инструмент он очень ценен и очень важен я не прошу много денег две с половиной тысячи это немного для себя и для развития себя где вы приобретете наиболее ценные знания и посмотрите куда надо стремиться с вами я была наталья куткова пока 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 пока